приветствую зрители сегодня возникла такая идея раз и навсегда решить вопрос по поводу темы расход топлива на camry trip сейчас я еду в юту позже вы узнаете для чего и я решил что на отрезке участках я дорога прямая где нет гор где мало поворотов я отмеряю расход топлива на полном баке вот сколько получится меня миль какой получится расход топлива поэтому смотрим общий пробег 70 тысяч девятьсот шестьдесят миль время 1331 адрес заправки 110 north demand рошель или иной и сумму на которую заправился 47 62 время здесь есть 1327 дата есть то есть любой человек сможет проверить откуда и куда я ехал и увидеть какой расход топлива полный бак мы видим да ну и что поехали замеряем что еще немаловажно я перевел в литре на 100 километров я думаю что буду ехать со скоростью не выше 130 километров в час но мне кажется это оптимальная скорость да обычно люди такие если там 120 130 километров в час вот но и мне не хочется сильно замедляться и принципе это нормальная скорость да ну кто будет ехать медленнее у того выйдет расход меньше да то есть еще лучше поэтому я думаю что вот так вот сейчас сделаю радар буду я ехать на круиз-контроле конечно же с удержанием полос все вот 130 и поехали в эконом режиме прямая дорога нет ни гор ничего такого посмотрим какой будет результат кстати я переключился на литры на 100 километров и километры на европейские нормы чтобы было более понятнее потому что моя аудитория находится большинстве россия украина казахстан узбекистан вот и как бы там только 10 процентов это соединенные штаты смотрят мой youtube канал почему я решил записать это каратинное видео потому что многие скептически отнеслись к тому что я рассказал о том что топлива на тойота камри моей 3.5 7 литров . 1 даже те кто мои какие-то знакомые и так далее мне кажется мне показалось что даже они поэтому я решил что когда я буду ехать куда-то в дальнюю дорогу я сделал специально отдельное видео на тему расхода топлива камри 3.5 вот и поверьте вы удивитесь потому что я сам удивился если честно что камри 3.5 может так немного кушать топлива дело в том что здесь стоят директ порт инжектора я не знаю ставятся ли они на 2.5 камер но на 3.5 они ставятся и в чем их суть то есть когда ты включаешь режим эко у тебя действительно получается очень хорошая экономия когда ты включаешь режим спорт у тебя максимально до отдача идет на спорте да то есть на газ это чувствуется и так далее и конечно же расход вырастает но в режиме эко это очень очень даже экономичный автомобиль как оказывается по трассе на опять же почему я не меряю расход в городе во первых у всех города у кого-то один город там гораздо больше трафика чем в другом дистанции так же самое то есть замерить город ну довольно сложно мне кажется это будет вообще в корне неправильно ну а трасса она везде трасса будь это в любой другой стране ты просто едешь по прямой дороге с одной скоростью и все если ты выбрал участок где нет горда можешь себе спокойно ехать и собирать вот еще немаловажно конечно это топливо я заливаю премиум и на премию он всегда больше не могу проехать если я заливаю там дешевая я тоже его заливал иногда то во первых машина хуже едет не такая динамичная во вторых у нее уменьшается количество пробега на вот этом топливе поэтому конечно же лучше лить время что я и рекомендую обратите внимание я еду со скоростью 129 километров в час это для того чтобы но не превышать то есть здесь допустимо на 10 миль превышать тебя не остановят точно так же само как и дома и обратите внимание что все впереди идущие машины они тоже двигаются с такой же скоростью вот поэтому я думаю что все понимают что я двигаюсь со скоростью потока то есть я не двигаюсь не превышая особо до превышая как бы с петли мяч чуть-чуть но не превышая так чтобы получить штраф там или еще что-то в принципе вот это нормальная скорость которая обычно передвигаются автомобилей в соединенных штатах америки то есть примерно плюс минус 70 80 миль в час ехать не дают и осталось 1304 мили вот такой вот длинный маршрут который мне надо преодолеть за получается два дня я тут такой еду 130 как бы вроде нормальная скорость вот смотрю в зеркало кто-то меня там догоняет это догоняет хиндо акцент вот такой вот промежуточный ток 236 миль километров я уже проехал время 329 расход показывает 7 литров на 100 километров так я дальше еду со скоростью 130 км в час пробег уже составил пятьсот шестьдесят пять километров и осталось еще сто двадцать четыре километра до пустого блока я думаю что когда я проеду это расстояние уже наверно будет темно но я в любом случае запишу видео вот еще как раз дождик начинается только этого не хватает опять и посмотрим какой будет результат итак вот я доехал на полном баке я проехал шестьсот девяносто восемь километров осталось до пустого бака 26 но это до резерва до при расходе 6 9 при скорости 130 километров в час время сейчас 8 часов вечера уже выводы делать вам мое дело было только записать все показатели все данные сейчас я еще добавлю сюда фотографию чека до что я заправился и вы уже сами будете все проверять и анализировать вот теперь давайте посчитаем первое вот адрес где я нахожусь то есть я доехал с и линойса в небраску дальше время которое сейчас 19 52 дата где дата дата чтобы было тоже а вот дата здесь да и вот время здесь сейчас 700 километров почти я проехал 26 осталось запасе при расходе 69 поэтому не трудно посчитать что это реальный расход и заявленный мной до расход когда я ездил в юту уже первый раз получается подтвержден то есть тогда было 7.1 сейчас 6.9 при скорости 130 километров в час выводы делать вам рад что досмотрели это видео до конца ставьте лайк подписывайтесь на канал вот так вот и Продолжение следует... Продолжение следует...